Уважаемые студенты, название нашей темы в сегодняшней лекции «Игенические значения минеральных вышеств в пище». Цель лекции – ознакомить студентов с жизненно важными значениями минеральных вышеств в мерами профилактики, распространенная и ликвидация ряда эндемических заболеваний. Задача лекции – дать знание о физиологическом значении минеральных элементов, их классификациях, характеристико-элементах кислотного и щелочного действия, эндемические болезни и их профилактики. Вопросы, рассматриваемые во время лекции. Физиологические значения минеральных элементов – первое. Второе – классификация минеральных элементов, далее. Минеральные элементы кислотного действия, следующее – минеральные элементы щелочного действия и последние – биомикроэлементы. Минеральные вещества относятся к незаменимым факторам питания и должны в определенное количество постоянно поступать в организм с пищей и водой. Все минеральные вещества, в зависимости от их содержания в организме и количественных характеристик, их обмена в системе человек, окружающей среде условно, делятся на микроэлементы и микроэлементы. Макроэлементы относятся к вещества количественным оборотам, которые в организме составляют десятки и сотни граммов. Макроэлементы обеспечивают поддерживать кислоту щелочного равновесия – это фосфор, хлор и серо – обладают кислотным потенциалом, а кальций, натрий, кальций и магний несут щелочные вуалентности. Натрий, кальций, кальций и магний образуют разности потенциалов на поверхности биомембран, обеспечивая осуществление важнейших физиологических функций организма, генерации и перенос нервного импульса и так далее. Микроэлементы осуществляют свои физиологические функции, присутствуют в организме в малых количествах и играют специфическую биологическую роль в качестве компонентов ферментативных систем, факторов генной и метаболической регуляции жизненно важных клеточных механизмов. Эта таблица дана клеточкация и характеристика эссенциальных минеральных элементов. Дисбаланс минеральных веществ просветы долгой эволюции человека и его далекие предки адаптировалась к относительно стабильному обмену минеральными веществами с окружающей средой. Таким образом, дисбаланс минеральных веществ в организме может возникать по следующим причинам. Первое. Существование изменений в поступлении в пищу. Далее. Генические дефекты на пути абсорбции и метаболизации. Третье. Отдельные патологические состояния, видящие модификации усваиваемости и типо нерывания введения. Четвертое. Повышение поступлений в результаты антропогенного заграждения среди обитания. Пятое. Дисбаланс пищевой композиции при осуществлении монопитания интерального или паринтерального. В последние годы активно развиваются научные направления, связанные с изучением развития и профилактики микроэлементов, патологическим состоянием, визуальным дефицитом, избитом или дисбалансом микроэлементов в организме. Так, некоторые эссенциальные минеральные элементы, это железо, мель, селинь, сен, марганец и так далее, могут при определенных условиях вызвать интоксикацию. Кальций. Это один из основных минеральных компонентов человеческого организма и питания. Его депонированные количества 1-2 килограмма и распределенные в организме 99% в костном депо и 1% в тканях. Обеспечивают возможность поддержания необходимых концентраций кальция в крови и клетках практически при любом его поступлении с рационом в течение длительного времени. Кальций выполняет несколько важных функций в организме. Например, входит в составы кристаллов гидроксиопатаси в комплексе фосфора, в минеральную составляющую скелета. Второе. Обеспечивают мышечные сокращения. Третье. Обеспечивают проведение нервных импульсов. И пятое. Например, участвуют в системе ствердитивания крови и так далее. Основные пищевые источники усваиваемости и возможности обеспечения организма. У населенно развития стран основное количество кальция, это более 75%, поступает с молочными продуктами. Именно в соответствии с молоком и жидким кисломолочным продуктом, кальций находится в наиболее усваиваемой форме, обусловливающей обзорцией около 98% этого минерала. Другие продукты переработки молока, например, творог и особенно сыр, содержат очень большое количество кальция. Однако их высокая жирность, 18-60%, значительно снижает доступность кальциевого результаты его омеления. Фосфор – это незаменимые микроэлементы, необходимые для нормального функционирования всех клеток организма. Основные количества фосфора в организме представлены в виде фосфата, а его основным гипотом является скелет, где сконцентровано около 85% этого минерала. В костях фосфора в виде фосфата и кальция входят в составы кристаллов гидроэлементов, и апатета, играя таким образом структурную роль. Фосфор напоминает в организме множество других важных функций. Это участвует в построении и функционировании биомем, мембране в соответствии с фосфолипидом. Далее, обеспечивает производство и запас энергии в микроэлементе, связи от феи, креативной фосфата и так далее. Калий. Незаменимый электролизм организма человека. Электролические функции калия связаны с его способностью дислоцировать в растворе с образованием заряженных ионов. Калий является основным положительным заряженным ионом внутренней клеточной среды. Именно калий в комплексе с натрием в силу разноса своих концентраций внутри и снаружи клеток обеспечивает их нормальное функционирование за счет создания мембранного потенциала. Количество внутриклеточного калия превращает более чем в 30-30 раз его внеклеточную концентрацию. Натрий входит в составы соли, вместе с хлоридом и играет количественную роль в поддержании водоэлектролизмного баланса в организме. Регуляция их концентрации обеспечивается сложным гормональным механизмом. Натрий и хлор являются основными внеклеточными ионами, обеспечивающими совместность с внутриклеточным калием разности потенциалов на биомембранах. Натрий играет ключевой роль при абсорбции в кишечных флорах, аминокислотах, глюкозах и воды. С натрием в организме связаны также функции регуляции объема крови и артериального давления. В организме магния распределяется следующим образом. Около 60% депонируется скелетом, хотя только 1% магния встроен в структуру костной ткани. Около 27% в мышцах, не более 1% циркулирует в внутренней среде. Магний принимает участие в нескольких сотнях эссенциальных метаболических реакций, в том числе в синтезе АТФ, белков, углеводов, жиров и нуклеиновых кислот и так далее. Основные пищевые источники усвоенности и возможности обеспечения организма. Магний поступает в организм с широким набором продуктов. Его существенное присутствие в зеленых растениях обусловлено нахождением в составе хлорофила. Много магния также в зерновых орехах, морепродуктах, некоторые минеральные вводы, являются хорошим дополнительным источником магния. Магний лучше усваивается из пищи при соотношении кальций-магний равно. Железо. Железо является ключевым элементом метаболизма. Оно входит в составе сотен функциональных белков и ферментов гемопротеидов. Жизненная важность железа определяется в частности его участие в переносе кислорода в крови и мышечных мышцах. Железо играет основной роль в процессе образования энергии в митохандриях, входя в составе цитохрома, работающего в степи переноса электронов и является кофактором различных дигидрогенез. Железо пищи может быть разделена на биодоступные и трудоабсорбируемые в составе мясопродуктов, кислые рыбы. Оно находится в составе гема. Доступно для непосредственного сосевания и мало зависит от других пищевых факторов. Физиологические потребности железы для взрослого здорового человека имеют половую дифференцировку и составляют при условии всего 10% обзорции из пищи для мужчин 10 миллиграмм в сутки, а для женщин 18 миллиграмм в сутки. Биомаркером обеспеченности железом является уровень ферритина в северной крови. В норме он составляет 58 или 150 миллиграмм. При длительном недостатке железы в питании последовательно развивается скрытый железодефицит и железодефицитная анемия. Причинами дефицита железа могут быть недостаток железа в питании, снижение обзорции железо-кишечном тракте и повышенный расход железа в организме или его потери. Цель. Этот элемент играет важную роль в росте и развитии организма, в именном ответе функционирования нервной системы и инсулярного аппарата, а также размноженный. Цель. В качестве кофактора или структурного элемента включено более чем 200 различных ферментов на всех уровнях метаболизма. Цель. Большое значение цель имеет в процессах синтеза белка и нуклеиновых кислот, а его нахождение в обратных транскриптах позволяет предположить участие в регуляции канцерогеназа. Цель. Входит в состав белков, регулирующий экспрессив генов в качестве транскрипционных факторов и принимает участие в процессе трансляции в составе аминосильтранспитаза и фактора элонгаса белковой сепи. Цель также участвует в процессе апоптоза. Цель. 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 9 микромолл в литра в севоротке и 0,1-0,7 миллиграмм в мочи йод. Это неметаллический микроэлемент, используемый организмом для синтеза гормонов щитовидной железы. Три. Одитрона, тероксина, регулирующая зачет экспресса генов роста, развития, размножения и обмена веществ. Йод поступает в организм главным образом с морепродуктами. Его содержание в остальном продовольственном приеме зависит от наличия почвенного дефицита йода. Йодированную соль можно хранить в 6-12 месяцев и использовать ее силисообразно, внося уже в практически готовые блюда для избежания потери йода. Усваиваемость йода из смешанного рациона достигает 95%. Физиологическая потребность йода составляет 150 миллиграмм в сутки для взрослого здорового человека. Биомаркером обеспеченности этим элементом является уровень йода в суточной мощи нормы, немедленно 40 миллиграмм в килограмм в литр. Маломентарный дефицит йода регистрируется у 200-400 миллионов человек. Он относится к наиболее частым микроэлементам, возникает при недостатке питания этого элемента и приводит к известным возникствиям, связанным с гипофункцией щитовидной железы. Спасибо за внимание. Аминь. Аминь. Аминь.